Добрый день, еще раз коллеги, спасибо. Я практически все сказал о той ошибочной политике, которую исповедуют сегодня наши денежные власти, не только Центральный банк, все денежные власти относительно инфляции. Я могу только добавить, что эта ошибочность, она на самом деле, я бы сказал, классическая. Почему-то Центральный банк придумал себе такую мульку, что самый главный инструмент денежных власти для политики – это таргетирование инфляции. А под таргетированием инфляции он понимает сдерживание роста денежной массы. Слушайте, ну классика, возьмите учебник по денежно-кредитной политике, там все очень просто написано. Если вы будете увеличивать денежную массу, но не увеличивать предложение товаров и услуг, у вас будет расти инфляция. Если вы не будете увеличивать предложение, увеличивать денежную массу, но будете снижать предложение товаров и услуг, у вас также будет расти инфляция. Но если вы будете сначала увеличивать предложения товаров и услуг, а потом увеличивать денежную массу, у вас не будет расти инфляция. Но так основная задача Центрального банка, как и во всем мире, кстати, заключается в том, чтобы создать все необходимые условия для роста объемов предложения товаров и услуг, чтобы денежная масса, которая всегда будет расти, потому что кредитные организации имеют возможность через кредитно-депозитный инструмент увеличивать денежную массу. Она будет всегда увеличиваться, чтобы увеличение денежной массы не увеличивало инфляцию. Все страны уже этому давно научились. Мы же действуем таким, я не знаю, средневековым способом изымать из экономики денег. И мы довели это до того, что мы сегодня, государство, в виде всех обязательных платежей, изымает из экономики 40% добавленной стоимости. 40%. Американцы изымают 32%, китайцы 21%. Ну вот попробуйте с ними конкурировать. А теперь я просто хочу показать объективно, что сама по себе даже инфляция не является проблемой для экономического роста. Мы вот хвастаемся, что объем экономик, по объему экономики мы там на шестом месте, а возможно коронавирус в этом году поможет нам даже Германию обойти. Я думаю, что это, конечно, временно. На пятое место мы там перескочим. Мы так радуемся, так радуемся. Но на самом деле это лишь объем экономики, который зависит от количества населения. А вот по качеству экономики. Мы сегодня по добавленной стоимости ВВП, это по ППС, по курсовой разнице мы еще дальше, на 50-м месте. И самое печальное, что мы снижаемся каждый год на одно место. Мы в 2018 году были на 49-м, по 2019-м на 50-м. Я не знаю, где мы окажем. Качество экономики у нас очень низкое покупательное. И это ведет к тому, что покупательная способность у нас очень низкая из-за этого. Теперь в чем проблема? А проблема как раз в том, что у нас отстающий рост. Мы последние 30 лет, почти 30 лет, да, мы растем в полтора раза, только вдумайтесь, в полтора раза медленнее, чем мир в целом. Чем мир в целом. То есть у нас предложение растет в полтора раза медленнее, чем в мире. А почему и проблема инфляции. Мы по уровню роста вообще на 114-м месте среди стран. В самом конце. А вот теперь инфляция. Вот прям цифры. Смотрите. За последние пять лет, я вчера не поленился, все пересчитал, полдня сидел и считал. А Китай и Португалия за последние пять лет выросли на 33%. Но при этом в Китае за это время инфляция была 10%. В Португалии 4%. Ну и чего? И как инфляция повлировала? Но это еще ладно. Индия и Польша выросли на 30%. При этом в Индии инфляция была за это время 21%. А в Польше 4%. Почти пять раз. Разница. А результат одинаковый. Италия, Корея, Великобритания. Очень-очень разные цифры. Штаты и Индонезия. Почти одинаковый рост за эти пять лет. А инфляция в Штатах 7,7%, а в Индонезии 20%. Ну и чего в Индонезии плохо от того, что у них была инфляция на 15%. И это ВВП по ППС у них вырос на 22%. А теперь самые последние три. Значит, Канада, Россия, Япония. В Канаде рост 19%, в России 17%, в Японии 15%. Ну, примерно одинаковый. Но в Японии инфляция за пять лет 2,7%, а в Канаде 8,3%, а в России 34%. И чего? Все это, извините, от лукавого. Инфляция, и очень здорово, я благодарен Алексею Комиссарову, что вы провели это исследование сегодня. Оно со всей очевидностью показывает, что во многих случаях инфляция – это ожидание населения. Это не столько объективные причины, сколько ожидание населения. И когда страна такая, как Россия, находится в состоянии перманентных кризисов, ожидание населения, они настолько оперативные, реактивные, что любое такое событие, как назревание каких-то кризисных признаков, могут приводить к таким мощным действиям населения с точки зрения потребления, что это может приводить к огромному росту, мгновенному скачку инфляции. И понятно, что задача как раз заключается не в том, чтобы делать… Причем центральный банк, удивительно, он говорит, что нельзя применять сразу несколько инструментов. Надо сосредоточиться, исходя из анализа экономики, надо сосредоточиться на одном инструменте. И если мы приведем инфляцию к уровню примерно 4%, то у нас сразу начнется экономический рост, инвестиции и так далее. И тогда начнется рост предложения, а вот после этого можно будет уже несколько смягчать таргетирование и проводить такую жесткую политику сейчас. Владимир Андреевич, я прошу прощения, получается такой вопрос. Условно говоря, некоторые страны развивающегося сектора заплатили цену высокой инфляции за темпы роста. Россия за последние четверть века цену заплатила, но товар, то есть темпы роста, не получила, правильно? Совершенно верно, абсолютно. Потому что мы заплатили путем сжатия денежной массы, мы заплатили путем ухудшения нашей продуктивности, нашей экономики. Ну, что вы хотите, у нас на 1 рубль в день добавленной стоимости всего приходится 45 копеек денежной массы. Не просто низкий, а катастрофически низкий уровень денежной массы. И вот вопрос еще в чате. Подскажите, данные по росту национальных экономик в реальном выражении или номинальном? Это по паритету покупательной способности. Это реальное. Это самое реальное выражение. Это паритет покупательной способности. Это нет даже не курсовые оценки. Что происходит сейчас в мировой экономике? Основные тренды мировой экономики, они очень важны для понимания, как мировые экономики действуют. Первое и главное, в развитых странах и в большинстве развивающихся, сегодня потребление – это один из основных видов инвестиций. Это уже приняли все. И задача заключается в том, чтобы потребление росло. Растущее потребление дает инвестиции для роста бизнеса. На этом сегодня базируются все современные экономики. Второе – это инновационное развитие качества человеческого капитала, а не физического труда. И тоже все делается для того, чтобы это происходило, и сюда вливаются достаточно серьезные средства. Ну и, наверное, главное – это сегодня все ведущие экономики активно аккредитуют социальные программы. И учитывая, что в них уже накоплен достаточно высокий объем предложения, эти социальные программы не ведут к росту инвестиций. Поэтому вот эти все тренды в мировой экономике, они говорят о том, что важно обеспечить опережающий рост предложений, а не таргетировать инвестиции. Ну, я не буду останавливаться на всех национальных целях развития России, но самое интересное, что и президент в своих национальных целях, он очень четко понимает то, что сейчас происходит и что необходимо. Он четко поставил задачу рост темпами выше среднемировых, чтобы был у нас рост догоняющий и неотстающий. Потому что при нынешнем росте мы отстаем от всего мира. У нас отстающий рост. Нужен рост догоняющий. Инвестиции в основной капитал необходимы для того, чтобы обеспечить рост предложения. Ну и снижение бедности в два раза. Все это связано с этим. Я не буду останавливаться, наверное, на прогнозе показателей на 2020-2021 год. Они, в принципе, если кто потом захочет, может посмотреть. Но я хочу просто одним словом сказать, что все эти пока показатели не дают нам оснований для выхода из той ситуации, в которой мы находимся. Нужны чрезвычайные на самом деле меры. Мы сейчас пока пытаемся вернуться в 2019 год. А нам надо не вернуться в 2019 год, а нам надо кардинально изменить модель экономического развития. Тем более, что возникает вопрос, а где деньги Зинда? На самом деле, если взять полную денежную массу, полную денежную массу в рублях и в иностранной валюте, у нас, на удивление, у нас денежная масса в иностранной валюте даже чуть больше, чем в рублях. Вообще, у нас удивительная колониальная денежная система. Вы, наверное, помните из истории, что это колониальная. Это когда колониям не разрешалась иметь денежную массу больше, чем они имели резерву в базовой валюте метрополии. Так вот, у нас денежная масса меньше, чем наша валютная резерва. У нас денежная масса меньше, чем наша валютная резерва. Я считаю, что мы просто перешли, Рубикон уже в этом плане, перешли границу, вообще допустили. Ну и хочу сказать, мы из-за этого болтаемся в таком замкнутом круге, низкий уровень производства, низкая покупательная способность населения, отсюда слабый рост внутреннего рынка потребления, отсюда нет возможности роста ВВП и дальше низкий уровень. И вот мы в этом кругу болтаемся. Возникает вопрос, как разорвать этот замкнутый круг. Ну, есть очень хороший сегмент нашего рынка, который на самом деле позволяет его разорвать. Общий объем потребления у нас ежегодный, примерно 50 триллионов рублей. Так вот, импорт в этом объеме занимает целых 15 триллионов рублей, почти третий. Это очень важный рынок, потому что, чтобы его заполнить нашей внутренней продукцией, нашим внутренним предложением, нашим внутренней добавленной стоимостью, нам не надо добавлять деньги даже в покупательную способность населения. Нам лишь нужно добавить инвестиции для того, чтобы создать производство, которое бы смогли заместить этот инвест. И поэтому я еще раз говорю, это говорит о том, что наша самая главная задача сегодня – это инвестиции, инвестиции и еще раз инвестиции. И в этой части я не могу не сказать о структуре инвестиций. Вы знаете, что в объеме всех инвестиций в 2019 году банки занимали 8,7%. 8,7%. Запомните эту цифру. А теперь я вам скажу, что банки, активы банков в общем объеме всех активов финансового рынка занимали в 2019 году 84%. Вот где основная задача сегодня центрального банка – сделать все для того, чтобы кредитные организации, пусть не 84%, а хотя бы процентов 50% в структуре инвестиций заняли, вот тогда все встанет на свои места. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, Владимир Андреевич. Напомню, это был Владимир Гамза, председатель Совета торгово-промышленной палаты России по финансовой инвестиционной политике. Вот два момента. Первое. В ЦБ, по моим ощущениям, создана хорошая профессиональная команда, и глава ЦБ очень профессиональный человек. И когда вот пытаешься понять вот эта политика давления денежной массы в ЦБ, с чем связано, если исходить из постулата, что это профессионалы, хорошие профессионалы, то мне кажется, все становится понятно, если предположить, что внутри ЦБ есть устойчивое мнение, что правительство не дееспособно, что все национальные проекты – это распил, а половина инвестиций в стране – это воровство. Вот если считать, что исходит внутренний подсознательный из этих постулатов, то политика ЦБ – это как бы, наверное, лучшее, что могло бы быть в этих условиях. Ну, я могу. У меня тоже, Ян, очень часто приходит в голову такая же мысль, что ведь разворуют. Но, слушайте, в конце концов, ну, давай, ведь вопрос разворуют, и чтобы не разворовали, это вопрос не центрального банка. Ну, если это, такая проблема существует, значит, ее надо решать, чтобы не разворовали. Да, я думаю просто, что ЦБ подсознательно, не говоря об этом, уверен, что лучше мы будем действовать так, что Набиулина в какой-то степени спасает ситуацию, если исходить из этого постулата. Еще один момент. Вот вы сказали, внутреннее потребление 50 триллионов, из них треть – это импорт. И что это одна из причин проблемы. Но у нас качество потребления, мы все на личном уровне стремимся к качественной жизни, как обыватели, да, и у нас в советских времен есть понимание, качественное потребление – это импорт, да, импортные штаны, импортный пиджак, импортная машина и так далее. И когда-то Китай, вот о наших глазах, преодолел, когда мы подсознательно понимаем, китайское – это дешевое, но плохое. Сейчас мы знаем, что китайское – это не обязательно плохое. У меня, кстати, китайский ноутбук теперь стал вместо американского. Но про себя мы это, по-моему, к счастью, уже начали преодолевать, но не преодолели все-таки для нас. У нас, нам далеко до магазинов в Лондоне, когда заходишь в продуктовый магазин и видишь табличку «это британский товар», и это для них знак О, это качественнее, чем французский, датский или американский. Мы не сможем производить таких же и более качественных и по той же цене продуктов, если не будем инвестировать. Нам надо сегодня инвестировать, инвестировать и еще раз инвестировать в развитие производства добавленной стоимости, потребляемой внутри страны. И только так, вот мы почему-то кинулись в поддержку экспорта. Слушайте, а какой экспорт можно поддерживать, если он не создает, если сегодня наше производство не создает конкурентной продукции? Давайте мы сначала потренируемся на кошечках. Давайте сначала создадим производство, которое выдавит здесь импорт. А я вас уверяю, как только мы это сделаем, нашу продукцию, зарубежные страны, потому что она будет по цене и качеству лучше, они сами начнут ее закупать, и экспорт просто начнет развиваться сам по себе, потому что мы на рынок дадим конкурентный товар. Я согласен, Владимир Андреевич, поймался на мысли, что я перестал, например, в продуктовых магазинах воспринимать российское как некачественное. Появилось, как ни странно, появилось, сигналы есть. Да, но вот мысль о том, чтобы купить российский автомобиль, она как-то вот, ну сами, да, вот Алина Розенцвет улыбается, то есть все понятно. А мысль о том, чтобы купить российский телефон, просто нереализуема. Мысль о том, чтобы купить российский телевизор, просто нереализуема, даже если бы хотел. И тогда вопрос, условно говоря, с чего все-таки начать. Ну что, условно говоря, устроить социальную рекламу, что, дорогие сограждане, давайте прорвемся, наконец, из замкнутого круга, покупай российское. Ну, я не могу сказать, что глубоко, но я проходил обучение в Штатах именно по программам развития. Самая главная проблема, что мы все время как-то пытаемся решить какие-то локальные проблемы, затыкаем дыры и все прочее. Во всем мире, если решают производить конкурентно способный на мировом рынке товар, то создают сквозную программу по этому продукту. От сырья до конечной продажи. И включаются все элементы экономики в реализацию такой сквозной программы. Без реализации сквозных программ сложно делать конкурентный продукт на мировом рынке. Спасибо, Владимир Андреевич. Мы отпускаем Владимира Андреевича, у него следующее мероприятие. Но напоследок хотел сказать вот замечание в чате Ютуба. В этот момент приятно послушать умную логику профессионала и согласен, интересный человек. Так что, Владимир Андреевич, ждем вас. Наши зрители ждут вас еще отдельно.